Дорогие коллеги, здравствуйте. Дорогие коллеги, я хотела бы представить сегодня свой доклад. Его название уже прозвучало. «Речь детей в военном романе «Кау-Куррёх» Каман-Корвес Сокулкеви». «Речь детей» в романе рассматривается в докладе как средство раскрытия образов героев детей. Цель заключается в определении степени реализации детских типажей и в установлении причины выбора авторам определенной языковой формы при имитации речи детей. В статье осуществляется лингвистический и литературоведческий анализ двух коммуникативных ситуаций. Устанавливается, что нерегулярная проработка диалекта глаз способствует выделению псевдо-детского образа пирио на фоне других детских образов. Роман «Кау-Куррёх» Кеви вышел в 2018 году. Он не переведен на русский язык. Далее я буду называть его «Бредущий в чаще». Название переведено на русский язык мной. Это четвертый военный роман финского рок-музыканта и писателя Кау-Куррёхка. Родился в 1959 году. Тема романа «Лапландская война между финнами и немцами» 1944-1945 годов. В романе наблюдаются две главные сюжетные линии. Это история дезертировавшего из немецкой армии австрийца Дитера Кёрблинга около 20 лет. Он идет из финской Лапландии к шведской границе. И история детей пирио 12 лет и иваре 4 лет, идущих из области Савва в Лапландию. Роман состоит из 55 глав и занимает 327 страниц. «Война как ситуация крайнего выбора и глубочайшего кризиса традиционно служит в романах «Рёхке» фоном для переживания личной трагедии творческой личностью, чувствующей себя посторонней и одинокой в окружающей ее действительности. Такими личностями в романе «Бредущий в чаще» являются Дитер Кёрблинг и с некоторыми особенностями «Девочка перью». Военный нарратив уже во время Первой мировой войны в западной литературе стал пессимистичной моделью непредсказуемости и кризисной сущности современности. Иммерсивность стала достигаться за счет реалистического описания происходящего. Особенности речи, звуки, запахи, описания болевых ощущений служили максимальному вовлечению читателя в изображаемые события. Исключительность опыта участия в боевых действиях поставила перед военной литературой трудную задачу экспериментирования с языковыми средствами. Изображение насилия как признака капитального слома привычной реальности требует постоянного нарушения и обновления также и норм языка и конвенции искусства. При этом возникающее художественное целое должно быть эстетически впечатляющим и этически ценным. Как детские типажи реализуются автором на уровне речи героев романа и насколько детскими являются? По собственному признанию Рёхка о детях в первом лице ему было бы трудно писать, поэтому повествование о них ведется в романе от третьего лица. Однако включает диалоги с участием детей и размышления героини, оформленные как прямая и не собственно прямая речь. Поскольку с точки зрения прагматики и функционирования языка контекст и ко-текст имеют решающее значение, в статье будут рассмотрены две конкретные коммуникативные ситуации. Первая глава о Пирьо, это вторая глава в романе, открывается сценой ссоры девочки с деревенскими мальчишками. Пирьо, Ивори и их мать, учитель музыки, переехали из Хельсинки в коммуну Селин-Ярви в северном Саву после того, как их дом был разрушен во время бомбежки в Хельсинки. В деревне их не любят, потому что семья Пирьо – религиозные сектанты. Отец, учитель математики, находится в тюрьме за отказ служить в армии. Деревенские мальчишки настроены враждебно по отношению к Пирьо. Далее я предлагаю первую коммуникативную ситуацию. В оригинале она показана вам слева. И перевод на русский язык, выполненный автором доклада, помещен в правой части экрана. Он вам виден полностью или часть правая закрывается частично? Все видно. Видно хорошо, да? Хорошо. Слева мы видим оригинальный текст. И давайте посмотрим, что характерно для речи Пирьо в этой коммуникативной ситуации. Выделены желтым цветом языковые единицы, относящиеся к речи именно Пирьо. Во-первых, мы здесь видим разговорную императивную пресс-форму ТУ, содержащую указывающую на приказ и немедленное его исполнение и одновременно на фамильярный характер отношений участников диалога разговорную анклитику с ТУС. Иди-ка. Вторая строчка. Литературную личную форму глагола, сохраняющую звук Д, ПЮДАТ, пятая строчка. Литературную лексикализированную транслативную форму, сохраняющую конечный И, антеэкси, пятая строчка. Манипулятивная коммуникация, свойственна речи Пирьо. Но эйситен, ну нет тогда. Энт еденьганнаю, это не покажу, конечно. Седьмая, десятая строчки. Неискренность как способ достижения коммуникативной цели. Коммуникативная цель Пирьо, это наказание обидчика. Эта неискренность расходится с явной интенцией, выраженной речевыми актами с директивной импликацией, то есть с завуалированным приказом. Получишь американскую конфету, если попросишь прощения. Для речи Винника характерны бранная лексика в первой строчке, хора. Опущение звука Д, свойственное восточным диалектам финского языка, 6, 9, 13 строчки. Разговорный вариант местоимения второго лица, единственного числа СА вместо СИНА, СОСНОВАЙ СУ вместо СИНУ, 6 строчка. Удвоение согласного перед долгим гласным, свойственное диалектам САВУ, МИТАН, 6 строчка. Отбрасывание конечного Т в частице НЮТ, свойственное разговорной речи НЮ, 13 строчка. Литературно-элексикализированная транслативная форма, сохраняющая конечный ИМИКСИ, 4 строчка. Литературная отрицательная форма глагола ОЛА в презенте индикатива активного залога ЭЙ ОЛА в 6 строчке. Здесь мы можем сравнить также с 11 строчкой. Здесь мы видим реплику других деревенских мальчишек. И мы видим здесь вариативность. Если ВИНИКО использует форму литературную ЭЙ ОЛА, то в 11 реплике мы видим вариант ЭЙ ООА, то есть вариант разговорного языка, то есть пресс-форму. Более того, другие мальчишки используют в своей речи указательное местоимение СЭ в качестве личного местоимения, как это местоимение указательное и используется в разговорном языке. Эмфатическая инверсия. Свойственно ВИНИКО вынесение отрицательного глагола ЭЙ в позицию перед семантическим субъектом в начало предложения с целью усиления негативной поляризации. ЭЙ СУЛА ОЛА МИТАН. Нет у тебя ничего в шестой строчке. Императив функции приказа, как основной речевой акт, обусловленный присвоением себе говорящим роли авторитета. Частица НЮТ в директивном предложении после императивной формы, как маркер повторяемости приказа, то есть требования конфеты, и реактивности приказа на уже происходящее действие, то есть на несогласие адресата приказа дать конфету. Частица НЮТ как маркер интенции говорящего, и намерения получить конфету, и эффективного состояния говорящего, то есть сильного желания получить конфету здесь и сейчас. Все это в особенности в сочетании с указательным местоимением СЭ. Анна НЮСЕ КАРККИ. Дай сейчас же эту конфету в тринадцатой строчке. Простой синтаксис. В приведенном диалоге РОХКО создает оппозицию. Город, деревня, культура, природа, логичная, эмоциональная, стереотипно, сложная, простоя. Противопоставляются горожанка Пирьо, говорящая литературно и рационально, и враждебная по отношению к ней среда, сельская местность, представители которой говорят на диалекте импульсивно. Таким образом, в первой же сцене знакомства с Пирьо возникает тема одиночества героини, и формируется образ изгоя. Далее по сюжету дети отправляются в странстве, они попадают на линию фронта под Каяни, на востоке стоят советские войска, на севере немецкие войска. Это десятая глава в романе. Между детьми Пирьо и Ивари происходит диалог, смысл которого сводится к уговорам Пирьо по отношению к Ивари, двигаться дальше. И выделим в нем особенности речи детей. Опять дан перевод справа и оригинальный текст слева. Реплики Пирьо выделено желтым, реплики Ивари зеленым. Для Пирьо характерна разговорная форма презинс-индикатива первого лица единственного числа множества, первого лица множественного числа, метар-витаан, вторая реплика. Разговорная лексика, хай-витаан, сматываемся, четвертая реплика. Директив в форме декларатива, категорический приказ, сообщающий адресату, что тот будет делать, и не предполагающий контроля за исполнением приказа со стороны адресата, то есть Ивари. И одновременно, как последнее предупреждение в ситуации, когда адресат не признает авторитет говорящего. Нют ту лет мумукан, двенадцатая строчка. Сейчас же идешь со мной. Частица нют в директивном декларативном предложении в позиции перед финитной формой глагола, как маркер приказа, интенции, намерения двигаться дальше и эффективного состояния говорящего, раздражения. Та же строчка, двенадцатая. Императив, как основной речевой акт, не обязательно функции приказа. Я опет телесану. Четырнадцатая, двадцать восьмая строчки. Литературная форма презенса, индикатива активного залога глагола ту, латулет, в отличие от предыдущей коммуникативной ситуации, где она использовала пресс-форму с разговорной энклитикой. Разговорный вариант местоимения у первого лица, единственного числа на, вместо мина, с основой му вместо мину, мун, ту, лат, мун, мукана, двенадцатая строчка. Но в этой же коммуникативной ситуации литературная форма личного местоимения сина, двадцать третья строчка, видимо, как маркер, желание примириться и успокоить говорящего, соучастника коммуникативной ситуации. Литературная личная форма глагола олла в пресс-индикативе активного залога оллет, там же. Отбрасывание притяжательных суффиксов после логах, используемых с генитивными формами личных местоимений, свойственной разговорной речи, мун, мукан, вместо минун, мукани, бранная и пренебрежительная лексика, видун, пот, ту, нока, эллиптический синтаксис, свойственной разговорной речи, пакко, кос, кассина, лат, нин, тю, ма, двадцать третья строчка. Литературная форма и латива третьего инфинитива лаусуман в двадцать восьмой строчке. Манипулятивная коммуникация. Я ситтен си и хен, ну и оставайся здесь тогда. Опэт теляэнсин лаусумансе. Научись сначала выговаривать это, то есть название деревни. Четырнадцатая, двадцать восьмая строчки. Юмор. Сануэрран керран орренюмпери. Скажи на горе арарат, растет красный виноград. Ну, здесь используем переводчиком, естественно, аналог. Нечего такому парню в Силен-Ярве делать двадцать восьмая и тридцатая строчки. Простой синтаксис, за исключением последней развернутой реплики, перед неожиданной сменой сцен в ходе развития сюжета бродилки и предваряющей внезапную угрозу, то есть выкрик советского солдата «Стой», подчеркивающий контраст, расслабленное состояние детей, находящихся в стрессовой ситуации и внезапная угроза. Для речи Ивари характерны, выделенные зеленым цветом, следующие единицы. Дефект речи, произнесение звука В вместо звука Р, синакивосит, разговорную форму презенс и индикатива первого лица множественного числа, мэллахдетан в седьмой строчке, лексика детского дискурса, килты, таты, ясета, добрая тетя и дядя, усечение конечного И в кондициональных формах, свойственно разговорной речи, вейс, девятая строчка, несогласование подлежащего и сказуемого в числе свойственной разговорной речи, килты, таты, ясета, вейс, девятая строчка, литературные формы личных местоимений, сина, мина, двадцать вторая, двадцать пятая строчки, литературная лексикализированная транслативная форма, сохраняющая конечные имиксы, в седьмой строчке, обилие вопросов, в шести репликах из тринадцати, тем мы видим вопросительные на речи, например, свойственное детскому дискурсу, то есть обилие вопросов свойственное детскому дискурсу, плюс двух репликах, две реплики начинаются с противительного союза мута, как маркера поляризации говорящих, позиций говорящих в коммуникативной ситуации, простой синтаксис. Пирьо и Иваре – это дети из одной городской среды, в этой паре противопоставляются характеры, сильная, цельная личность Пирьо, тянущая за собой слабого, избалованного Иварей. Прием маркирования комичности героя с помощью дефекта речи уже использовался Рёхко в дебютном романе Тиан Лайдала «Ватерлоу» 1980 года «Ватерлоу на обочине дороги». Вероятно, Рёхко использует дефект речи в своих произведениях как маску, обозначающую персонаж с изъяном. Однако в дебютном романе «Ватерлоу на обочине дороги» там был комичный персонаж, действительно безобидный, это был эзиадический персонаж водителя грузовика, в то время как Иварей это не такой уж и безобидный персонаж, он достаточно ярко выраженный вредитель и балласт по отношению к Пирьо. И у него, конечно, есть своя воля, и она не совпадает с волей Пирьо во многих местах, во многих сценах романа. Таким образом, в двух представленных коммуникативных ситуациях речь маркирует соотношение героя и среды, и героев одной среды между собой, способствуя формированию нужных автору образов на этапе завязки сюжета. К приведенным диалогам применимо понятие «i-dialect», то есть «диалект глаз». Термин означает «визуализацию устной речи», например, «сегодня в русском языке». Здесь мы можем сравнить тексты в чатах, где, в принципе, используют тот же прием. Термин означает «визуализацию устной речи». В финноязычном тексте к приему можно прибегать для записи диалектной разговорной речи, не входящих в литературный язык, и устной речи литературного языка, некоторые фонетические особенности, которые не отображаются в орфографии. Иллюзия устной речи реализуется только при взаимодействии языкового выбора языковых компетенций автора со знаниями языка читателем и его ожиданиями, обусловленными знанием конвенции отображения устной речи на письме. Павел, заканчивается, пожалуйста. Да, да. В масштабе всего романа, обрядущей в чаще, языковая форма речи персонажа не является самоцелью. По этой причине диалект-класс в речи детей проработан пунктирно, нерегулярно, перемежаясь в диалогах с литературной нормой, что свидетельствует о стремлении автора к сохранению читаемости текста. Принимая во внимание метатекст творчества Ройхка, можно заключить, что пир ее ребенок лишь условно, в своей же сущности она типичная для творчества Ройхка аутотелическая личность, метафизическая абстрактная женщина, дарующая сомневающемуся главному герою спасение и освобождение, просто появляясь у него на пути, то есть вечно женственная, влекущая нас ввысь. А значит и речь ее, в отличие от речи Иварь, детская лишь условно. Будучи более реалистичными, образы остальных детей в представленных примерах обладают более колоритной и вместе с тем типовой речью, создающей декорации для раскрытия на их фоне смысла образа пирью. Итак, пирью увидел, например, художник-оформитель следующего романа, романа продолжения. Путь ребенка – это вторая часть романа «Бредущий в чаще», и пирью на обложке выглядит именно так. Ну и завершая, подведу итог, необходимо сказать, что кажущаяся поверхностность формы парадоксальным образом способствует передаче основной идеи творчества писателя поиска фрагментарной творческой личности у своего места в мире и искусстве. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Иван Славовна Владимировна. Будьте любезны, коллеги, вопросы. Иван Славовна Владимировна. Спасибо. Спасибо.